всем привет вы на канале chaplin коллектор и сегодня мы с вами будем открывать и сделаем обзор на вот такой вот замечательный набор от фирмы motel и уже не существующего бренда майни миксик юз вот тут в уголочке написано и это набор так сказать домик который складывается в кубик таких наборов выпускалось около пяти штук у меня есть один который я купила на барахолке но правда без аксессуаров и человечков этот я уже купила в магазине после того кубика я безумно влюбилась в этот бренд особенно в домике но и человечками тоже стали нравиться здесь у нас сам кубик в наборе два человечка которых мы видим один у нас человечек сюрприз на него мы посмотрим чуть позже и вот такие вот аксессуары концепция этих домиков вот такая вот они складываются в кубик и можно собрать много-много этих домиков объединить и можно играть есть также еще такие как бы сказать полу кубики то есть две стеночки и пол такая комнатка отдельная сколько их видов я пока не знаю они попадаются к сожалению очень редко в продаже поэтому будем изучать постепенно этот кубик у нас интерактивный чем он кстати отличается от моего предыдущего кубика его я тоже покажу посмотрим как они смотрятся вместе также мне с алиэкспресс сейчас едет целый лот из 100 человечков таких вот они скорее всего будут с легким браком но я думаю что из 100 человечков я выберу себе какое-то количество хороших если хотите распаковку и обзор на них то пишите в комментариях но а мы давайте не будем затягивать начнем открывать остальное вам расскажу уже по ходу распаковки давайте уже снимем с вами этот блистер который нас жутко публикует и мешает нам добраться до наших замечательных героев и будем разглядывать тут на самом деле все уже на плавину было оторвано потому что клея этих наборов держится не очень хорошо поэтому зачастую они попадаются из каких-то деталей и рассыпанные поэтому тяжело купить полной комплектации но у меня вроде бы все на месте и давайте начнем вот с этих вот человечков выковырю давайте покажу как выглядит вот эти вот человечки вблизи это вот девочка так вот она выглядит с обратной стороны она купальнички а вот так вот она выглядит в полной комплектации с обратной стороны у нее такая замечательная повязочка на голове с бантиком розового цвета а волосики черные давайте соберем мальчика мальчик вот такой вот в очках и в таких трусиках голубых со звездочками здоровских а вот так вот в одежде у него какой-то геймерский джойстик или что-то вроде того нарисована звездочка и в такая вот у него замечательная интересная прическа с зачесом давайте откроем пакетик сюрприз и посмотрим кто там нам попадется пока доставала пакетик с фигуркой нашла чек-лист и решила вам показать вот так вот выглядит он это первая серия и здесь двух сторон у нас 4 квадратика по 10 или 11 фигурок интересно в этих наборах попадаются всегда одинаковая фигурка или рандомная кто знает напишите в комментариях и отличается ли этот чек-лист от тех чек-листов которые шли в кубиках ну не в кубиках коробочках на две фигурки из первой серии интересно их реально всех собрать вообще на вид их конечно не очень много я думала намного больше и у меня кстати даже есть некоторые наверно да с алиэкспресс вот эта девочка у меня есть но шапочка у нее другого цвета видимо какой-то брак также у меня есть шапка вот этой вот собачки у меня есть шапка единорожки но по-моему другого цвета у меня есть низ от худого шапочки нету то есть на алиэкспресс могут присылать совершенно разные детали из разных комплектов одежды то есть не обязательно что вам пришлют целого готового человечка главное чтобы вам положили 10 шапочек 10 нарядов и 10 человечков не важно каких а вот этот вот кролик у меня есть я его нашла на барахолке за 10 рублей мне кажется что это просто чек-лист от первой серии и давайте откроем фигурку посмотрим какая она попадется и кстати мне кажется что на этом чек-листе нету фигурок которые у нас будут наборе давайте проверим но я сходу не нашла если знаете то пишите в комментариях вот пакетик с фигуркой он прикреплен прям за кубиком и давайте посмотрим кто у нас здесь так у нас какая-то девочка и с фиолетовыми волосами она эта девочка у нас медсестричка у нее смотрите фиолетовым прокрашены волосы и купальник у нее тоже с красным крестом белый вот так выглядит с обратной стороны давайте ее нарядим и вот такая вот классная девочка у нас получилась мне очень нравится у нее фиолетовые волосы у нее шапка медсестры правду у нее на шапке не крест нарисован а сердечко и также у нее есть халатик на котором крестик нарисован и есть у нее толи рентген толи флюорографии в общем какой-то снимок сзади у него такие вот замечательные пудряшки и давайте посмотрим если она на чек-листе и на чек листе она есть вот она у нее синий квадратик это самая частая получается а кстати вот пчелка которая у меня практически есть она видите желтым квадратиком это средняя редкость самые редкие у нас красным также желтым квадратиком вот этот вот кролик который у меня есть давайте посмотрим какие аксессуары прилагаются к кубику и первое что у меня выпало это вот такой вот замечательный автомат игровой такие до сих пор стоят в магазинах у нас и в детстве их наверное все помнят где можно доставать игрушки но здесь у нас не игрушки а какие-то квадратики кубики но они же у нас такие вся квадрачные возможные игрушки у них тоже квадрачные тут к сожалению не детализировано что там за игрушки хотя на заднем фоне нарисована какая-то собачка и робот кроме того что вот эта деталь прозрачная никакой детализации у нас нету а сзади просто вставлено картонка с картинкой сожалению не прокрасили больше ничего давайте посмотрим что еще там есть есть вот такой вот голубой квадратный собственно неудивительно что квадратных такой вот стол он из прозрачного пластика просто одного цвета никакой детализации тоже на нем нет но вы выглядит при этом классно потому что ну фигурки сами маленькие мебель маленькая и все маленькое выглядит очень забавным а к столу прилагаются еще вот такие вот желтенькие стульчики их две штучки и наверное там будет у нас какое-нибудь кафе в игровом центре мы потом с вами все расставим следующее это вот такой вот цветочек или дерево такое вот она пиксельная и стоит она вне кубика на картинке если вы знаете подробно что это такое то тоже напишите в комментариях по мне это может быть это светофор но не знаю какой-то в общем знак или дерево давайте дальше потом две вот такие вот черные штуковины я честно говоря не поняла пока не посмотрела на картинке что это такое это у нас музыкальные колонки от аудиосистемы вот так вот они выглядят а внутри они полы в принципе наверное можно использовать как какую-нибудь васочку или мусорный контейнер в общем их две штучки дальше вот таких вот два мячика ими можно кидать в кольцо не знаю похоже ли это на какой-нибудь баскетбольные или подобные мячики очень они абстрактные на самом деле хотя нет вот тут вот рисунок как на баскетбольном мячике а этот не больше честно говоря чем-то игральные кости напоминает вот такой вот на нем рисунок а остальные стороны гладкие еще прилагается вот такая вот еда это картошка фри даже не знаю как и показать вам она все такое мелкое вот так вот выглядит картошка фри и пицца на тарелочках очень здорово мне подойдет это и и ко второму домику потому что там есть холодильник туда можно класть пиццу или картошку по моему здоровские вообще аксессуары и здесь есть с обратной стороны какое-то отверстие возможно куда-то их можно закрепить ну и последнее это вот такой вот кубок вручается видимо победителю кто выиграл больше всего игр и набрал больше всего очков ну я так себе пока придумала он с двух сторон совершенно одинаковый и практически прозрачный ну и собственно самое последнее что шло в комплекте и самое главное мне кажется это вот такой вот кубик точнее домик я его уже сложила в кубик тут нарисованы смотрите наш кубок наш мячик и прочие игровые аксессуары разных сторон тут есть разные такие вот рисуночки тут наш мальчик со звездочкой на маечке здесь у нас сторона техническая тут у нас вставляются батарейки и здесь есть отверстие чтобы вставить перемычку чтобы не садилась батарейка также написано что это мая мини мексик юз здесь вот такие вот игровые автоматы а здесь у нас боулинг ну и на последней стороне у нас нарисована наша девочка и куча опять-таки игровых аксессуаров давайте уже откроем кубик и расставим туда мебель и наших персонажей вот наш кубик в разложенном виде давайте посмотрим как тут нам расставить что какие аксессуары но сначала вам покажу какой тут интерактивный элемент есть такая вот здесь кнопочка посредине это такой танцпол и если сюда нажать то у нас играет музыка и включается подсветка тут у нас несколько мелодий около трех или четырех кто посчитал пишите в комментарии и давайте будем расставлять аксессуары и смотреть что у нас тут должно происходить я буду ориентироваться на картинку на коробке ну а вы сами уже можете придумывать свои сюжеты сначала давайте поставим самый мною непонятный предмет который мне казался это вот эти вот колонки черненькие мы их поставим вот сюда в музыкальную зону тут у нас диджейский пульт я так понимаю и мы сюда поставим нашу девочку пока пускай она у нас будет диджеем следующие давайте возьмем игровой автомат и нарисовано что он ставится у нас вот сюда то есть вне зону вне кубика то есть можно играть не только на самом кубике но как бы и вокруг кубика получается следующие у нас также идет дерево которое тоже ставится у нас вне кубика вот сюда дальше у нас идет мини кафе наше она тоже ставится вне кубика конечно жалко что в кубике так мало места хочется больше так вот выглядят наши стульчики если их поставить на стульчики мы положим пиццу точнее на стол мы положим пиццу вот так вот кстати одна на полу лежит так что ничего страшного что упала и поставим картошку вот так и вторая картошка пускай у нас лежит на полу правда она там стоит но у нас пускай будет лежать дальше мы берем мячики мячик у нас один идет вот сюда это шар для боулинга оказывается поэтому на нем дырочки и второе это у нас баскетбольный мячик он идет у нас в автомат кубок у нас ставится на полочку вот здесь вот у нас шкафчик сейчас я поверну вам со всех сторон не переживайте вот сюда наш шкафчик ставится и собственно медсестричка но я кроме как того что она будет всем помогать и дежурить как скорую помощь на мероприятиях я пока не знаю чем она может заниматься потому что геймерской тематике она вообще никак не относится ну а мальчик у нас может вот играть в настольный хоккей или футбол также они вот так вот могут садиться на стульчик и то есть прям с ножками сидеть они к сожалению но стульчики сделан таким образом что можно их просто туда поставить и вот такая вот у нас игра получается сейчас мы посмотрим что какие элементы у нас делают сейчас я возьму камеру в руки наверное мы прогуляемся с вами по этому домику отодвинула я лишние элементы ну и давайте рассматривать начнем вот с этой вот комнатки где у нас стоит девочка вот она у нас играет колонки у нас двигаются соответственно тут ничего у нас не двигается больше просто ну все приклеено грубо говоря только наклеена нотка на полу у нас тоже видите такие интересные орнаменты то есть у нас нотки тут и какие-то кубические звезды следующее это у нас танцпол сюда можно ставить фигурку и она будет как бы танцевать вот так вот это работает вот мальчик наш поближе следующая комната это у нас вот такой вот игровой автомат здесь тоже все наклейки ничего не нажимается к сожалению и сюда мы можем тоже поставить опять-таки нашего подобного мальчика и он это танцевальный автомат я так понимаю надо вот нажимать на эти стрелочки как указано этим человечком и он будет считать очки за сколько раз вы правильно наступили на какую кнопочку так что это вот такой танцевальный автомат следующее это у нас вот такой вот баскетбольный автомат рядышком я поставила наш автомат но мы его уже с вами рассмотрели взяла мячик поставила его на автомат и по идее тут есть даже какой-то механизм мячик должен наверное подпрыгивать сейчас мы попробуем это осуществить честно говоря у меня не очень получается закинуть его в кольцо ну возможно как-то это можно сделать но у меня пока вот не получается и здесь у нас нарисованные очки сколько мы заработали за мячик все закрыл сколько мы заработали за попадание в кольцо но тут опять-таки только кнопочка вот это вот интерактивное остальное все нарисовано продолжаем здесь у нас шкафчик для кубка в данном ситуации но можно туда наверное и картошку фри поставить при желании конечно и здесь у нас вот такой вот типа настольный футбол хоккей и здесь у нас есть такая вот подвижная штучка вот так вот она двигается и как бы человечек играет возможно это какая-то другая игра но если знаете для чего нужен то тоже пишите в комментариях но и последнее у нас эта комната для боулинга здесь у нас мячик есть и дорожка и кегли у нас поднимаются то есть мы на самом деле можем их сбить и обратно вернуть на место здесь у нас такой диванчик можно посадить сюда три человечка и они будут ждать у нас своей очереди чтобы поиграть боулинг вот такой вот у нас домик получился сейчас я принесу второй свой кубик и мы посмотрим как они смотрятся вместе мой второй кубик вот такой вот зеленый он со всех сторон выглядит вот так вот у него уже нет никакого интерактивного элемента здесь уже просто видите написанной май мини миксик юз никакого отсека для батареек нет здесь просто у нас имитация дома двери и окна давайте откроем и посмотрим сейчас я его поставлю вот так вот выглядит два домика если их соединить вместе вот один а вот второе они никак не прикрепляются просто прислоняются друг другу и в моем домике есть вот такой вот гамак на который можно качаться есть диван с телевизором тут есть у меня один дополнительный аксессуар это букет цветов потому что он ну вставлен поэтому он видимо сохранился здесь у нас спальня здесь у нас подушка и вот такой вот закрывающийся одеялко здесь у нас лампочка обеденная зона тут у нас на столе даже нарисованы видите тарелочки с вилочками и стульчики здесь у нас кухня вот такая вот кухня и открывающийся холодильник вот открывающийся холодильник я из него пластилин выковыривала выковырила успешно и теперь можно туда поставить нашу пиццу вот так вот это будет выглядеть закроем дальше идем с вами в туалет с ванной носа на самом деле это последняя уже комната и вот такая вот здесь ванна пиксельная с водичкой сюда можно положить человечка если раздеть конечно вот так это примерно выглядит унитаз тоже на него можно посадить такая вот раковина с туалетной бумагой и с полотенцем в общем вот такой вот у меня второй домик теперь у меня их два жду теперь много-много человечков ну и конечно остальные домики тоже буду стремиться дособирать и комнатки тоже буду дособирать в общем есть еще кейсы для хранения и по ну две серии фигурок в общем еще много-много чего хочется поэтому если вам нравятся эти игрушки и вы их собирали в свое время когда они были актуальными то обязательно напишите в комментариях что входит в вашу коллекцию много ли у вас фигурок кубиков и всего остального если вам понравился этот обзор то поддержите меня лайком подпишитесь на канал чтобы ничего не пропускать вступайте в мою группу вконтакте подписывайтесь на инстаграм и до новых встреч всем пока